Подробнее эту тему обсудим с нашим гостем Александром Усиенко, руководителем Центра военно-правовых исследований. С нами на связи. Здравствуйте и рада вас приветствовать. Здравствуйте. Как заявил президент Украины, главная цель вооруженных сил РФ сейчас это город Болчанск. Но при этом Владимир Зеленский подчеркнул, что армия РФ дошла только до первой линии фортификации. Разъясните, как обстоит оборона Харьковской области сейчас, сколько линий оборон и как они обустроены. Во-первых, действительно, если мы говорим сейчас о боях, которые происходят в районе Волчанска, то это как раз и есть первая линия обороны. Сейчас они идут именно в этой полосе обороны. Это не основная полоса обороны. Как правило, вообще считается, что основные полосы это вторая, третья линии, которые укреплены гораздо серьезнее. То есть мы должны понимать, что первая линия, она всегда укреплена. Она укреплена, но поскольку она находится на самом передке, как правило, вообще есть еще предполье линий обороны. То есть огневые точки и позиции военных, которые они могут использовать для того, чтобы прикрывать фактически первую линию, а потом отходить, если необходимо. Есть первая линия, которая обустраивается настолько, насколько позволяет условия, находясь при риске обстрелов и ударов. Вторая линия, соответственно, она еще более защищена, потому что она находится вглубь. И третья линия считается наиболее обустроенной, забетонированной. Установлено там и бетонные надолбы, известны как там пирамиды и так далее. Потом там устанавливаются также огневые позиции, достаточно серьезные блиндажи и так далее. Пункты управления, которые находятся в частности тоже под землей, достаточно укреплены. Управление и связи и так далее. То есть на сегодняшний день необходимо понимать, что две линии, вторая и третья, у них еще вообще бои не ведутся. Сейчас бои ведутся за первую линию, даже в предполье основной первой линии обороны. С этой точки зрения можно сказать, что украинские войска, в принципе, сделали все возможное и действовали абсолютно слаженно, правильно, грамотно и эффективно с точки зрения оборонительных действий. У кого-то, возможно, сложилось впечатление, что неделю назад, когда начиналось это наступление, оно выглядело стремительным. Действительно, так могло показаться, что российские войска достаточно быстро продвинулись и движется пехота. Все видели эту картинку и могло сложиться такое впечатление, что сейчас они довольно быстро таки будут продвигаться. Но на самом деле, как только они уперлись в первую линию обороны, как только украинские войска подтянули резервы и подкрепления, сразу же мы увидели проблемы в наступлении российских войск. Ведь сразу началась по ним активная работа украинских сил, достаточно эффективная. Сразу же мы увидели, что у российских войск промедление, и они застопорились. И у них возникли серьезные проблемы, они начали нести достаточно серьезные потери. И, собственно говоря, сейчас мы видим, что вот линии обороны, они работают. Украинские войска сдерживают, насколько сейчас это представляется возможным, российское наступление в районе Волчанска. И, в принципе, собственно говоря, видно, что оборона достаточно слаженная. Но пока рано, что называется, расслабляться, ведь российские войска задействовали еще не все свои силы, которые у них подготовлены к наступлению. Что свидетельствует о том, что потенциально войска противника будут задействованы еще, возможно, со временем. Но у них был план, у них был план, действительно, захватив Волчанск, продвинуться на 2-3 километра на юг, южнее, и создать там определенные позиции, рубежи обороны, закрепиться, и оттуда уже выдвигаться в район населенного пункта Белый колодец. С целью захода в тыл украинской группировки войск, которая находится в районе Купенска. Но, собственно говоря, на этом направлении это именно такой план был. Сейчас, скажем, украинские войска не дают этот план реализовать. Но есть понимание, что Россия может, скажем так, увеличить свои атаки в ближайшее время. Поэтому готовится, скажем, и дальнейшее противодействие этим попыткам с украинской стороны. Главное, что в этой всей связи, в принципе, необходимо делать выводы. Я для себя сделал выводы сразу, как только увидел это наступление на Харьковском направлении со стороны России, что проблема не в фортификации. Проблема в том, что у России, к сожалению, есть превосходство в воздухе. И на сегодняшний день именно основной вызов — это ПВО, которое необходимо укрепить. Тогда можно говорить и о эффективности линий обороны, поскольку именно то, что Россия забрасывает капами, и украинские города, и гражданские объекты, но также и линии обороны. Это, скажем, и не даёт возможность достраивать, особенно на переднем крае, обустраивать так, как необходимо укреплять. Но и в том числе представляет угрозы для личного состава и для самих линий обороны. Вот поэтому и, собственно говоря, настолько сейчас и президент Украины поднимает вопрос. И мы понимаем, что нам необходимы Патриот и другие системы ПВО для того, чтобы ограничить или вообще устранить любое превосходство России в воздухе, в небе, там, на подходах к Харьковской области. Необходимость Патриот, о котором говорил Зеленский, о котором вы упомянули, но насколько это изменит ситуацию в Харьковской области? Изменит, потому что сейчас Россия продвигается, либо продвинулась, скажем так, на те рубежи в районе Волчанской, которые есть. Плюс Россия обстреливает Харьков, терроризирует своими ударами, именно потому что у них есть такая возможность. И если мы говорим о террористических обстрелах, это одно. Если мы говорим, это все против гражданского населения, просто для уничтожения Харькова, к сожалению, то, что они делают. Поэтому необходимо город защищать. Для этого необходимо ПВО. Это первый момент. Второй момент. Они необходимы для того, чтобы защитить наши войска. Ведь дело в чем? Сейчас Россия делает достаточно серьезный акцент на то, что они используют в большом количестве именно КАБы, именно бомбы. Которые, в принципе, достаточно мощные, к сожалению, и бомбам противодействовать это контрпродуктивно, их много. А необходимо сбивать самолеты и фактически отпугивать российскую авиацию, дабы они не могли подлетать к рубежам пуска. Соответственно, как только это будет достигнуто с помощью тех же систем Патриот, а я хочу напомнить, что Патриот, например, весь в версии ПАК-2 способен находить и сбивать цели в воздухе, такие как самолеты, на дальностью 160-170 километров. Соответственно, мы понимаем, что, в принципе, этого достаточно для того, чтобы сбивать самолеты Су-34, которые находятся даже в небе над Россией и запускают как раз КАБы по Харькову, либо по Харьковской области. Это существенная помощь. Без этого, на самом деле, с этим нам было бы гораздо легче и эффективнее защищаться. О резервах российской армии хочу еще уточнить. По предварительной информации, Российская Федерация накопила до 50 тысяч военных. Сколько сейчас задействовано? Можно ли это посчитать? И ключевое, сколько еще может быть задействовано? Сейчас порядка 35 тысяч задействовано. Вот еще 15 у них остается. Плюс помогательный, скажем так, тыловой контингент, который выполняет дополнительные функции, он не будет водиться, но непосредственно. Ну, как правило, они не вводятся, они там другие функции. Хотя эта война продемонстрировала, я могу сказать, что на Востоке, например, на Авдеевском направлении, либо по направлению к Часовому Яру, они уже поднимали и свое тыловое обеспечение, кого хочешь. Потому что несли такие потери передовые подразделения, что необходимо было кем-то воевать. Вот на сегодняшний день такое количество, но тем не менее, в принципе, нельзя сказать, что это уже все войска, на которые были расчеты у России на это направление. То есть, в принципе, теоретически, если бы они увидели, что они могут развить успех, то, соответственно, российское командование могло бы принять решение, что необходимо перебросить из других направлений, дабы, ну, попробовать тут, скажем так, расширить наступательные действия и активизировать их. Один важный аспект хочу с вами обсудить. По итогам визита в Китай, диктатор Путин заявил, что у России якобы нет планов по захвату Харькова. Все в стиле кремлевской пропаганды, это понятно. Но, комментируя наступление российской армии на харьковском направлении, он связал его с созданием санитарной зоны у границы РФ. Нужна ли российской армии такая зона с особыми условиями использования территории и для чего она нужна? Это полный бред, на самом деле. Я объясню, почему это было озвучено. Дело в том, что это лукавство. То есть, во-первых, то, что Путин сказал, что не надо, это же еще ничего не подтверждает, в принципе. Ему соврать это достаточно легко. Тем более, ну, собственно говоря, понимаете, тут же дело такое. Если бы сейчас у российских войск что-то получилось, и они действительно прорвались бы где-то, и начали бы обстреливать Харьков из ствольной артиллерии, и создавать соответствующую картинку с целью создания информационно-психологического давления, то, понятно, они бы сейчас это все демонстрировали и говорили, ой, какая цель, какая задача полуокружить, либо окружить Харьков, взять Харьков в кольцо. Но поскольку это не удается, Россия подстраховалась. Они изначально начали вбрасывать в информационное пространство, что на самом деле цель — это создать вот эту санитарную буферную зону. Но создать санитарную зону 10 километров вглубь, ну, послушайте, это чисто пропагандистский ход на самом деле, который только не может быть. Но это, скажем так, для того, чтобы объяснить хотя бы своей аудитории, для чего же нужны были эти наступательные действия. На самом деле, я думаю, что изначально эти действия планировались как нечто большее. Они планировались как действительно способ продвинуться глубже и захватить Волчанский, и двигаться дальше в сторону Купинска, в тыл. Возможно, продвинуться ближе к Харькову и пробовать обстреливать ствольные артиллерии, создать какие-то плацдармы для будущих действий наступательных и так далее. Плюс отличь украинские войска, оттянуть из других их направлений. Но поскольку не всё с этим складывается по состоянию на сейчас, поэтому Путин, ну, скажем так, говорит дежурную версию, которая вроде бы там и беспроигрышная, что так вроде бы и задумывалось, а по-другому и планов никаких не было. Но так мы и задумывали какую-то санитарную зону создать. Ну, вот и всё. Это исключительно такая пропаганда, психологическое давление и так далее. На самом деле, с точки зрения военных целей, это никакого преимущества не даёт. Что такое 10 километров, по сути, ну, в принципе, это ведь ничего не решает. Но с точки зрения пропаганды, с точки зрения объяснений причин, вообще для чего это всё было необходимо, вот они считают, что целесообразным говорить именно так. Тем более, если Путин уже об этом говорил не единожды, он это обещал, он говорил, что необходимо это создавать. Ну, вот так вот, собственно говоря. Плюс тут же момент ещё такой, что как Россия это всё воспринимает? Почему они давят? Почему они хотят продвинуться вглубь, даже если речь не идёт там о захвате Харькова? Потому что с точки зрения этого Россия хочет и воспринимает этот момент как, скажем, давление, способ давления. Они ведь как думают? Они думают, что сейчас они где-то бы ещё продвигались, наступали. Думали, что украинская оборона посыпется, что они получат преимущество. И дальше просто Россия сможет навязывать свои условия и говорить о том, что они хотят в том числе от Украины какую-то демилитаризированную зону в тех, скажем так, параметрах, которые они, собственно говоря, и захватили. Ну, в таком роде. Поэтому это всё на самом деле имеет значение исключительно пропагандистское, а исключительно политическое. Ничего тут нет абсолютно с военной точки зрения целесообразного. Александр, спасибо огромное за ваше разъяснение. Сегодня зрителям напомню, Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, был с нами на связи. Продолжение следует...